Приветствую друзья! Наушники Starfield были в свое время чуть ли не эталоном качественного звука в бюджетном сегменте. И вот в компании Moondrop решили, так сказать, вернуться к своим истокам и выпустить тот самый хит, но уже в его современной интерпретации. По начинке ничего особо не изменилось. Это все тот же 10-мм драйвер с бериллиевым куполом. Однако дополнили конструкцию сменными фильтрами и системой заглушек на одном из компенсационных отверстий. Получилось на мой вкус просто волшебно, но обо всем по порядку. Собственно, Starfield 2. Поехали! Пришли наушники в довольно габаритной картонной коробке с девочкой на фоне звездного неба, с заводским графиком АЧХ и перечнем их технических характеристик, из которых отметим довольно низкий импеданс равный 15 Ом и высокую чувствительность в 122 дБ. В комплект нам положили макулатуру, плотный синий бокс на магните, два пакетика с резиновыми заглушками и набор средних по качеству силиконовых амбушюр. Пользоваться ими можно, но лично я их сразу заменил на КБР-07. Кабель же здесь просто потрясающий, толстый, витой с позолоченными контактами и сопротивлением на каждый из жил равным 0,08 Ом, что абсолютный рекорд. Менять его нет никакого смысла. Сами чашечки полностью выполнены из металла. С внутренней их части расположен разборный звуковод, в котором можно самостоятельно поменять сеточку и два отверстия для компенсации. Одно чисто классическое, а второе с бортиком для установки резиновых заглушек. То есть наушники можно использовать без заглушки, установить заглушку с отверстием или установить глухую заглушку, которая буквально до небес увеличивает количество низких частот. С внешней же стороны находится стилизованный под звезду винтик и наименование модели. Сидят наушники удобно, да и со звукоизоляцией у них все в полном порядке. В качестве основы для измерений я использовал конфигурацию с установленной заглушкой с отверстием. Имейте это в виду. Где я получил очень быстрый по атаке импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пике достигающие 17 сотых процента, что прямо круто. Фаза ведет себя относительно естественно. Затухания на 30 и 60 дБ принимают все те же стандартные значения, причем без сколь-либо значимых возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 9 или целых 19 дБ. Довольно внушительное выделение области разборчивости, пик имитации ушной раковины и еще один на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего пиками на 12 и 16 кГц нам возвращают звук в воздух и добиваются так называемой протяженности высоких частот. Между отсутствием заглушки и заглушкой с отверстием разница на АЧХ как видите практически отсутствует. А вот если отверстия полностью закрыть, то низкие частоты буквально улетают в космос. Полноценно сравнить это можно лишь с Эпс К5, которые тоже основаны на кривой диффузного поля. Причем у Starfield 2 очевидно меньше баса, чуть лучше выразительность и что на мой взгляд здесь ключевое, это заметно больше высоких частот. А так в обоих случаях мы имеем вариацию классической уже кривой диффузного поля. По подаче же, если описать эффект тех самых заглушек, то вариант без вставок дает самый чистый, прозрачный и максимально естественный звук. Если же установить вставки с отверстием, то у звучания лучше оформится бас, да и тело инструментов получит более ощутимый вес и заметный прирост в плане насыщенности. Вариант с заглушкой на удивление тоже неплох. Да, это исключительно для басхедов, но самый буст приходится на его вуферную часть, в то время как взаимосвязь с серединой ощущается предельно гармонично. То есть все эти три режима вполне имеют право на жизнь и пригодятся, например, под разное настроение. Так, различную танцевальную музыку даб или регги эффектнее будет слушать с глухой заглушкой. Под что-то акустическое типа фолк или оркестровых записей лучше всего подойдет пустой порт. Ну а для всякого пограничного вариант с маленьким отверстием. Я, кстати, именно на нем и остановился, поскольку люблю объемный, немного жирненький такой звук с хорошим разделением инструментов. А относительно характера звучания Starfield 2 мне очень хочется их сравнить с не сложившимся топом Let's Shoe DZ4. Обе эти модели имеют прекрасную выразительность, глубину, мелодику и ту самую особую привлекательность, которая заставляет буквально влюбляться в музыкальные произведения и слушать их по кругу. При этом у героев обзора все куда лучше с атаками, разрешением, разделением инструментов и передачей так называемой микродинамики. То есть модель хорошо балансирует между контрастами, подсвечивая сразу и макро и микро часть. Ну а если вообще убрать заглушку, то скоростные характеристики можно вывести на совершенно недостижимый для DZ4 уровень. Не скажу, что Mondrop звучат лучше Let's Shoe. Обе эти модели без сомнения очень хороши, но если вы фанат хлесткости, высокой четкости и передачи даже мельчайших нюансов звукозаписи, то Starfield 2 вам однозначно понравится больше. Основное же достоинство DZ4 я вижу в просто тотальной музыкальности. В героях обзора она конечно тоже имеется, но здесь ее попытались совместить с элементами нейтральности. Shanling Sono, если кто знает эту новинку, своей мелодичностью и эмоциональным контрастом сильно напоминают Starfield 2. Но они еще четче, прозрачнее, я бы даже сказал идеальнее Mondrop. Заметьте, не натуральнее, а именно идеальнее. То, как рисует музыкальное полотно Sono, это на мой взгляд отдельное искусство. Слушать такое очень интересно, но это так сказать своя уникальная фишка данной модели. Кивирс квинтет и Рабд Габридж на слух гораздо тоньше в плане массы, ярче, ну и как следствие агрессивнее героев обзора. Это вариант больше для всякой скоростной и тяжелой музыки. Признаюсь, лично я такого удовольствия как от Starfield 2 от них не испытываю. Хотя и признаю, что звук у героев обзора немного тяжелый на миллиграмм, но при прямом сравнении это можно почувствовать. Разбирая по частотам, здесь действительно глубокий и неплохой по текстурности бас, чуть теплый и завлекающий, но при этом хорошо прорисованные средние частоты и столь же массивные и естественные верха. При этом мы имеем просто прекрасное разделение инструментов достойной атаки и слегка продолжительные затухания. Слушается это эффектно, масштабно и максимально выразительно. Да, это тот самый случай, в котором постарались спаять в единое целое музыкальность его погружения в материал и основные параметры техничного звучания. Понятно, что получился эдакий гибрид, но он действительно интересный. То есть он без особого труда способен вызвать в нас всю бурю эмоций, заложенных в композицию и уверенно балансировать между микро и макро элементами музыкального полотна. Реально очень круто получилось, хотя настройка не сказать, что очень уж популярная. Ну и в плане источников герой обзора совершенно непритязательный. Подойдет естественно что угодно, но как говорится, чем мощнее, тем лучше раскроется потенциал наушников. Я как и всегда рекомендую использовать их с каким-нибудь мобильным ЦАПом или Hi-Fi аудиоплеером. Итогом. Динамические наушники Moondrop Starfield 2. Удобно сидят, кабель в комплекте просто конфетка. Неплохие насадки, радует возможность легкой замены сеточек и конечно очень подкупает тюнинг посредством смены заглушек на одном из компенсационных отверстий. Однако лично меня куда сильнее поразил их звук. Я как раз являюсь поклонником акустически правильного веса, хорошей насыщенности, объемности образов и просто тотального погружения в материал. При этом тут реально неплохие атаки, прекрасная четкость и прорисовка образов, а также превосходное разделение инструментов. Да, для передачи больших оркестров у героев обзора может слегка не хватить пространства сцены в глубину, но даже столь сложные жанры будут звучать максимально эффектно и до мурашек масштабно. Не говоря уже о выразительности, мелодичности и конечно же лиричности. Мне такой звук однозначно по вкусу, причем я даже установил комплектные заглушки с отверстиями, чтобы, так сказать, его немного ужирнить. А на этом у меня все. Это были наушники Moondrop Starfield 2. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Подписывайтесь на них. Всем, друзья, добра! Субтитры создавал DimaTorzok